Русский ранний, как и следует из названия, ранний сорт винограда универсального назначения. Обычно созревает уже в конце августа в наших условиях и может очень долго висеть на кустах. Ягода не вялится, не изюмится, не гниет, не трескается, ну вообще ничего с ним не становится. Единственное, вот в этом году, наверное, заметила, чуть-чуть цвет меняется, то есть она из более такой розовенькой становится темнее. Вот здесь в краешку видно гроздочка более светлая, а вот там более темная. В этом году урожай у него, к сожалению, довольно скромноватый. Дело в том, что его покушала мышка почки по весне, поэтому он пошел из замещающих, но, соответственно, и урожай гораздо скромнее и позже. В норме, как я уже сказала, конец августа, начало сентября он уже созревший, с хорошим сахаром порядка 20 брикс. Ну а сейчас, вот на 14 сентября, вот эти 20 брикс он, наконец-таки, набрал. Ну тут сказалось и задержка сроков ввиду замещающих почек, и обильные дожди, которые этот самый сахар размыли. Куст очень неприхотливый, такие вот рыхлые груздочки, поэтому, повторюсь, тут ни тресков, ни загнивания, ничего. И даже, честно говоря, у меня оса его не ест. Другие сорта ест, русский ранний, наверное, первый год только ели осы. А сейчас вот даже не надо ничего с ним делать, не хотят они его кушать, к моему счастью. У русского раннего прекрасно созревает лоза. Вот сейчас, на середину сентября, у многих побегов уже почти на всю длину. Касаемо устойчивости к заболеваниям, стандартной обработки, и, в общем-то, болезней на нем вы видеть не будете. Вкус у ягоды сладкий, но сладость очень мягкая, приятная, без приторности. Также ягода имеет легкие фруктовые нотки. Правда, кожица снимается мешочком, но кожица очень тонкая и хорошо съедаемая. Русский ранний один из моих любимцев, трудяжек. Всегда дает хороший стабильный урожай. Грозди рыхлые, но за счет этого ягода никогда не трещит. Ягода никогда не загнивается. По заболеваниям устойчивость очень хорошая. Лозы вызревают всегда и прекрасно вызревают. Хорош, как в свежем виде, потому что ягода сладкая, ягода ароматная, с легкими фруктовыми нотками. Хорош и в виноделии, хорошая сока, отдача, хороший уровень сахара. На начало сентября сахар был 22, потом из-за дождей несколько упал. Ну вот сейчас уже до двадцатки вновь поднялся. Русский ранний, ну вот здесь не самые крупные грозди. Сейчас пойдем покажем самые красивые. Вот такие у нас хорошие красивые грозди. Сорт я уже показывала. Он готов был, в общем-то, уже недели две назад. Его можно было кушать. То есть неоспоримое преимущество, то, что он очень хорошо сохраняется на кусте. То есть если вам надо подождать, например, еще чего-то, то он вполне может повисеть. Либо если вы хотите его использовать не на вино, а для употребления в пищу, то точно так же ему не обязательно снимать весь сразу. Он может повисеть на кусте. Вот это весь урожай русского раннего, который мы уже сняли. По весу вышло где-то 17 килограмм. И средний вес грозди где-то грамм 300. Самое максимальное, которое мы нашли у нас, 370. Среднее вот это выходит приблизительно 300. Также хочу открыть вам один маленький секрет. Правда, я про него уже говорила. Было время, когда мы думали русский ранее убрать. Не потому, что он плохой, а всего лишь потому, что очень ограничены были вместе. И, конечно, всегда хочется чего-то еще. Но наступил, как говорится, следующий сезон. Я очередной раз попробовала ягоду и решила, что никуда я ее убирать не буду. Потому что ягода действительно очень вкусная. Более того, куст очень неприхотливый. И хорош абсолютно для всего. И покушать его приятно. Плюс ранние сроки созревания. Плюс минимум ухода. Если куст нормально растет, можно не нормировать. Ну, практически ничего не делать. Для виноделия. Да, один русский ранее делать из него вино не самая лучшая идея. Но в дополнение к каким-то другим сортам, которые могут не всегда созревать так, как вам нужно. Могут иметь достаточно высокую кислоту. Вот здесь русский ранее это просто палочка-выручалочка. Кислота невысокая. Сахар хороший. Пожалуйста, вот вам сорт разбавитель. Даже к той же альфе, которую мы разбавляем водой. Вот, самое лучшее дополнение. Прекрасно он дополнит и какие-то другие сорта, которые, ну вот, либо сахар немножко не доберут, либо кислоту не сбросят. Ну, погодные условия у нас каждый год разные. И поэтому не все сорта могут ежегодно набирать нужные нам кондиции. Русский ранее своей кондиции наберет всегда. Замечательный сорт для начинающих как раз-таки универсального назначения. Потому что минимум ухода, минимум знаний абсолютно не проблемный. При этом вкусный, урожайный и на кусте может повисеть. То есть сорт, который подойдет абсолютно всем и абсолютно для всего. И еще одно существенное замечание. Русский ранее у нас растет далеко не в самом лучшем месте. С одной стороны вы можете увидеть, что это пристенок. С другой стороны, вот та часть, которая освещаемая, она практически все время в тени. Потому что напротив русского ранее большая шпалира с зилгой. Дальше стоит беседка. И так или иначе, большую часть дня этот куст находится в тени. Ну и кроме того, не самое лучшее проветривание. И возможно вы даже заметили на тех видео, что я вам показала. Что где-то в серединке гроздочки более рыхлые, с краю они более красивые. То есть на самом деле, даже если вы совсем не понимаете винограде, только хотите начинать, вот такой урожай, как у меня, вы точно получите. Если у вас будет несколько лучше места, чуть больше проявите ухода, то ваш урожай и ваши результаты могут значительно превзойти то, что показываю вам я. Все, спасибо. Пока. Пока. Все, пока.